Жизнь лифта многоэтажки составляет не больше четверти века. Таков срок службы по нормативам. Обычно подъемники вносят в карту капремонта еще до того, как оборудование подошло к своему критическому возрасту. Лифт в доме на Киквидзе-106 в этом году отметил бы свое 19-летие. Однако до дня рождения ему не дали дожить. Старичок вас не подводил? Нет, ни разу не подводил. Все прекрасно было. А вот сейчас подниматься мне на девятый этаж, когда его сделают, я не знаю. Через сколько. Хотя бы недель. Что-то временное, подъемник какой-нибудь до окна, да? До окна. Хотя бы немножечко пораньше сделали бы. Не целый месяц, а пораньше. Мириться с временными трудностями жильцам придется до сентября. А пока механики, перемещаясь на старом каркасе по шахте, меняют порталы. Одним из завершающих этапов станет сборка купе. Новая кабина уже прибыла из Нижнего Новгорода и дожидается своего часа под окнами. В первую очередь нам нужно сейчас установить порталы, заказать обрамление новое в размер. Это вот часть, которая закрывает вот этот вот степень. А дальше ребята, закрывшие уже новым порталом, будут заниматься демонтажом с одним шахтом. Проводкой, машинным помещением, электрико-станцией, установленный бенг, замен каната. А это святая святых. Машинные помещения никого не пускают, кроме механиков. Но сейчас все обесточено, поэтому мне разрешили зайти и все посмотреть. Вот это станция управления. И шкаф этот отвечает за то, чтобы лифт опускался, поднимался, останавливался на своих остановках и там горел свет. Его, кстати, вчера заменили. Помимо этого адреса новых лифтов дождутся еще две многоэтажки областного центра. На закупку шести комплектов оборудования было потрачено 12 миллионов рублей. По сравнению с предыдущими годами это действительно мало, потому что в предыдущие годы было 100 и более лифтов в год. В этом году только шесть, но программа таким образом сформирована, что не приходится выбирать, и мы являемся техническим заказчиком данного вида работы. То есть программа формирует муниципалитет, направляет ее дальше уже в область, подписывает губернатор, и программа доводится именно до технического исполнителя. В программу капитального ремонта на 2021 год попало 146 многоэтажек Тамбова. Помимо лифтов в них обновят фасады, проведут замену инженерных сетей и перекроют кровлю. Последний вид работы оказался этим летом самым популярным. Так с новой крышей зиму встретят 87 домов. Марина Корякина, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область. Новостей.